И в завершении о погоде. На следующей неделе наступает календарное лето. И хотя пока чувствуется это не очень, синоптики обещают, жарко будет. А значит, нужны солнцезащитные очки, крем для загара, кому-то новый купальник. И знать бы еще, где небезопасно купаться. Ольга Качкурова выяснила, какие очки защищают солнце, точно не испортят зрение, как не переплатить за крем и что модно носить в этом сезоне на пляже. Море, отпуск и белоснежные пляжи. Или Иртыши, Дача и Омск. Морским летом может и не быть, но безопасным быть обязана, уверяют врачи. Для этого в первую очередь нужны солнечные очки. Огромные в пол лица. Новинка этого летнего сезона. По-прежнему модные кошки или с круглыми стеклами, как у кота Базилио. Офтальмологи говорят, при выборе солнечных очков главное не форма, а содержание, а вернее качество уфофильтров. Если фильтров в очках с затемнёнными стёклами нет, можно легко сжечь сетчатку глаза. Вас ждёт покраснение, резь в глазах, слёзы. Расширяется зрачок, устраняется необходимость прищуриваться. Таким образом глаз лишается естественных методов защиты от ультрафиолета. И ваш глаз попадает вредных лучей на порядок больше, если бы вы были совершенно без очков. Поэтому покупать очки на уличных развалах не стоит. Лучше зайти в салон оптики. Причём с детьми. Им солнечные очки нужнее, чем взрослым. У малышей более широкие зрачки. Да и на улице они проводят больше времени. Защищаться от солнца советуют и дерматологи. При этом крема с фильтром СПФ недостаточно. Лучи спектра А очень коварные. И эффект их продлённый и накопительный. То есть если ожог на коже, вызванный лучами спектра Б, мы видим непосредственно через 10-30 минут, находясь без защиты на коже, уже видим этот эффект. То эффект от воздействия лучей спектра А мы увидим в конце сезона. В недорогом магазине такого крема мы не нашли. Идти за ним придётся в аптеку. Там цены на солнцезащитную косметику начинаются от 1000 рублей. Для светлокожих и светловолосых людей покупать крема фактором ниже 40 – бесполезная трата. Пляжная мода в этом году противоречит тенденциям прошлых лет. Модельеры женщинам советуют быть скромнее, а мужчинам, напротив, раздеваться. Возвращаемся к ретро. Ретро у нас представлено в виде высокой талии, которая у нас сопровождается как лаконичными моделями, так и с различными вставками и декором. Шорты, скажем так, такого семейного типа у нас отходят в прошлое. Они у нас всё сокращаются, потому что мужчины у нас тоже занимаются спортом, им хочется показывать своё тело. Этим летом в моде будет красный цвет, как у спасателей Малибу. Впрочем, в омских магазинах красных бикини и плавок немного. За новинками стилисты отправляют в интернет-магазины. В модном красном наслаждаться сибирским летом в Омске можно на пяти муниципальных пляжах. Но купание в РТШ официально запрещено, вода слишком грязная. Альтернативой могут быть платные пляжи, шезлонгам, зонтикам и бассейнам. И тут выбирать не приходится, такое место в Омске одно. Пляж центральный. Вход 960 рублей. Мы сдаём анализы ФСС, а потом разрешение на пользование бассейнами нам даёт Роспотребнадзор. Если почти 1000 рублей за день на пляже в Омске не по карману, остаётся ещё один вариант. Дача. Здесь за модными тенденциями не следят, а из средств защиты понадобятся ещё и репелленты. Ольга Качкурова, Евгений Слепов, Константин Демиденко. Омск. Здесь.